Раздался звонок из банка. Твердый голос потребовал «блокируйте карту». В банк идти не надо, якобы в связи с коронавирусом офис закрыт. Теперь мошенники предпочитают начинать разговор с упоминания об самоизоляции и карантине. О последних обновлениях, старых мошеннических схемах отъема денег Владислав Беляков расскажет. Ольге позвонили якобы из банка, напугали, ваш счет пытаются взломать. Мне сказали, что попытка, где-то моя карта, где-то данных была утечка через покупки онлайн. С самого утра начали сыпаться смски, вот, что менялся пароль, как мне сотрудники предупредил, и пошло списание. 19 900, 19 900, 19 90 тысяч. Лжесотрудник банка предложил срочно заблокировать карту, но сначала нужно отменить уже проведенные операции, а для этого сообщить код, который сейчас придет на ее телефон. С номера 900 приходит в мой же, где до этого были все мои сообщения, вся эта информация. Естественно, я понимаю, что мне звонит сотрудник банка. В итоге какую сумму сняли? 128 900. Женщину смутило, что звонили с официального номера 900, а собеседник назвал ее по имени-отчеству, поэтому она сообщила код. Я говорю, я могу прийти сейчас в банк? Мне сказали, в связи с коронавирусом, сети все перегружены, мы принимаем все онлайн, вы не можете сейчас прийти в банк. Поэтому мы вам и звоним. Ольга подала заявление в полицию. Еще одна популярная схема мошенников – штрафы, якобы за нарушение самоизоляции. Деньги требуют переводить не на счета госорганизаций, а на банковскую карту. И по аналогии с ГАИ предлагают, либо заплатить сейчас 50%, либо потом будет больше, либо заплатить в принципе, а то уголовная ответственность. Если вы не были остановлены на улице сотрудником с составлением соответствующих документов, значит нету никакой административной у вас ответственности, нету никакого штрафа. Другой распространенный способ обмана – шантаж здоровьем родственников. Раньше мошенники писали смс-сообщение с таким текстом. Мама, я сбил человека, нужно заплатить. Теперь вовсю пугают. Ваш родственник в реанимации. Переведите деньги, иначе он останется без аппарата искусственной вентиляции легких. В страхе за близких люди забывают, что коронавирус в России лечат бесплатно и попадают в лапы проходимцев. Так пытались обмануть петербуржеца Александра Гуревича. Этот пост он разместил на своей странице в соцсети. По словам Гуревича, звонок был с неизвестного номера. Представились сотрудниками одной из больниц. Позвонили из реанимации, сказали, что мой отец экстренно доставлен к ним в отделение. И для того, чтобы его срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, нужно им на карту перевезти 500 тысяч рублей. Александр сообщил лжемедикам, что его родственник уже два десятка лет покоится на Смоленском кладбище. А петербуржцам посоветовал не терять бдительность. Мошенники используют самые циничные способы заработка на ситуации с коронавирусом. В Москве начали предлагать тесты. Поддельные, разумеется. По 2300 рублей за штуку. Криминальный бизнес быстро пресекла столичная полиция. Злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, которые содержат неизвестное вещество. Еще один способ обмана – кредиты или избавление от них. Мошенники акцентируют – из-за ситуации с коронавирусом вам не откажут. Люди, которые в связи с самоизоляцией испытывают сложности с работой, обращаются в офисы, где предлагают перекредитование. Очень много мошенников, потому что либо это собираются какие-то липовые справки, либо людям втюхивают, прошу прощения за некрасивое слово, отвратительный кредитный продукт. То есть человек, не читая до конца договор, спешит, и в результате он заключает договор на крайне невыгодных условиях. Либо новый кредит с какими-то безумными процентами. Желающих заработать на страхе много. Предела цинизму мошенников, для которых собственная выгода дороже здоровья людей, нет. А самыми верными способами защиты от проходимцев во все времена остаются осторожность и здравый смысл. Владислав Беляков, Степень защиты.